Всем здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня 8 марта, и я поздравляю всех девочек, девушек, женщин с этим женским праздником, с праздником весны, и желаю любви, счастья, здоровья, и самое главное, мира, окончания этой войны и мира для всех. Ну и помимо поздравлений, я решила записать небольшой обзор моих растений, которые растут на балконе. Этот балкон я вам показывала в начале лета прошлого года, он был не застеклен, здесь были джунгли, просто вот здесь вот на полу, и я все надеялась, что война закончится, и эти растения уедут в теплицу, но он и так стал у себя гадался, и балкон мы застеклили, и теперь у меня здесь своеобразная оранжерея. Я здесь не живу, я вот как раз приехала их сегодня полить, и заодно вам покажу свои растения, кто здесь растет. Ну поехали! Вот в центре кадра мой молочай Миля, один из двух, кого я привезла из Турции. Кто смотрел мои видео, то видели, что я рассказывала, что прикупила себе два молочая и собираюсь их везти. Девочки переживали, как они доедут, спрашивали меня, вот прекрасно доехали, вообще превосходно. Я всю землю стряхивала, в пакет заматывала, и прекрасно они все в дороге чувствовали. Потом распаковала, посадила, продолжили цвести, не сбросили вообще ничего. Этот поблысел, но он такой был не особо пушистый, резкости нет. Вот цветочки. Он более был пятнистый, а сейчас вот зимние цветы у него более такие розовые. Я думаю, что с наступлением большего светового дня цветы будут более такие контрастные, контрастные краски. Против солнца плохо видно. В общем, вот этот сбросил немного листвы, а второй там у меня, он вообще, то есть даже листья не сбросил. Все у него замечательно. Так, помимо суккулентов вот этих, помимо Миль, у меня растут тут мои красотки Красулы, Эхиверии и прочие-прочие другие суккуленты. Подробнее видео я сделаю следующее. Сейчас общий обзор, поэтому просто вот так вот вам покажу, как это все дело выглядит. Все эти растения, большинство, я совсем немножко купила уже как бы суккулентов где-то около месяца назад, остальные все здесь зимовали. Поэтому можете делать выводы, как суккуленты, по-моему, превосходно зимуют на застекленном просто балконе. Но здесь открыта дверь была все время в комнату. То есть застекленный балкон, южная сторона и постоянно дверь открыта в комнату. То есть здесь температура вот сейчас, наверное, сейчас, наверное, вообще тут 30 градусов. Минимальная температура здесь опускалась до градусов 12. Вот так вот, когда были морозы. Может 10, вот так вот. Ну, тогда можно сделать потопление посильнее или, если это не автономное, то отопление будет сильнее и сюда будет тепло попадать на балкон. Поэтому для суккулентов это отлично. Как видите, они у меня не особо вытянулись. Красивые, яркие. Вот. Некоторые цвели, эхиверии цвели, я их там обрезала. Ну, ладно, про их сорта и виды потом. А сейчас кто еще? Так, тут мой один адениум, остальные еще там в комнате стоят. Тут еще больше всяких эхиверий. Вот это вот покупные, ну, недавно купленные. А вот это моя капусточка. Это биттерсвит. Она вообще тут зимовала, выглядит превосходно. Я считаю, не вытянулась, окрас не потеряла. Ну, ладно, поехали дальше. Так, красла. Вот второй мой Миля, молодчая Миля, которую я привезла. Тоже прекрасно себя чувствует. Замечательно цветет, цветы крупные. Красавчик. Дальше здесь хавортии, алоэ. Это все излишки. И суккуленты. Вот так много поддонов. Это не все для меня. То есть тут очень много излишков. Поэтому, кто интересуется, кто из Украины, пишите. Суккуленты у меня есть лишние. Вот. Другие страны нет. Пока, я думаю, невозможно отсылать. Это у меня старый бабушкин, как говорят, этот шлюмбергер, рождественник. Но мне он очень нравится. Мне знакомая его отдала года три назад. И он цветет постоянно. Классно. Вообще, ну, там колонхоя пока не цветет. Здесь мурая из косточки. Обычное денежное дерево красула. Ну, тетя вырастила. Жалко выбросить. Вот он у меня растет. Красивенький. Вон краснеет. Там хиверия классная. По названиям сортов всяких моих суккулентов, я говорю, я попозже сделаю еще видео. Кому будет интересно, посмотрите. Так, здесь мои инжиры. Они у меня уже выросли прилично. Давали урожай. Поэтому в этом году я тоже надеюсь на урожай. Вот. Кто у меня здесь? Еще варигатный ананас растет. Тут просыпаются пассифлоры. Зимой они так без листьев стояли. Сейчас вот просыпаются. Так. Ну, тут это, как ее там, бругмансия. Еще один ананас. Ну, хои. Куда без них. Ну, здесь такие хои. Такие как-то доходяги, если можно так сказать. Ну, те, которые у меня не очень хорошо выглядели. Я их вот сюда вывезла. Думаю, ну, как будет. Вот выживите, выживите. Но смотрю, на них я экспериментирую. Как вообще им тут нравятся условия. И вижу, что, в принципе, дело обстоит нормально. Поэтому я скоро еще кого-нибудь сюда привезу. Квартиру. И туда сделаю вам тоже обзор. Так. Кто еще? Еще инжиры. Там. Так. Кто еще там? Ну, это варигатный этот. Господи, забыла. Олеандр второй выращиваю. Тут у меня доходяга. Вот череночек спасла. Так. Здесь у меня черенки. Ну, это уже укорененные с цитрусой, лимоны. Здесь у меня полочка. Кактусы, крестатная уфорбия. Зацветать будут хавортии. Мне, правда, их цветение не нужно. Я пылять не собираюсь. Так. Алоэ. Вот. Тут тоже суккуленты. Тоже еще один обычный этот денежное дерево. Ну, ничего. Пусть растет. Полочки-то мы с дядей делали. Ну, вот. Мне очень нравится. Я вот оставила стену кирпичную. Вот как на улице. Видите, там только я перекрасила. Не стала делать, ну, как вот эту вагонку. И вообще, правильное было решение, что я решила покрасить эту стену. Во-первых, мне вид такой нравится намного больше, чем этот пластик. Во-вторых, вот этот пластик, который используют, он такой плохой. Он такой тонкий. Не успеешь ему прикоснуться в жевом дырке. Ну, и всегда можно подкрасить. Так вот. Ну, и дешевле получается, конечно, чем весь балкон. Я бы, ой, что я показываю вам? Чтобы я весь балкон вот этой вагонкой обшивали. Так. Дальше. Кто мне здесь? Пальма в Вашингтоне. Это помидорное дерево. Это начинает приходить в себя сансеверия. Ой, металлика, по-моему, варигатная. Это я покупала голландское растение. Такое. Не в очень хорошем состоянии. Но только вот весной начало оно в себя приходить. Здесь моя хоя огромная. Карноза. Тоже нормально. Ну, когда были морозы, когда температура здесь, вот я говорю, не было солнца, я опускалась где-то там до 15 градусов. Я там вот карнозу и сингонию у меня тут я заносила в квартиру. А эти так тут и стояли. Это у меня мой вечно нерастущий гибискус махровый. Вот он все время цветет и всегда такой доходяга. Вот я вывезла его сюда, на балкон. Надеюсь, может тут на счет расти. Это не успела заснять цветение, вам показать. Рождественник очень красивый. Белый с красным. Так, здесь снова-снова-снова мои суккуленты. Вот это классный такой. Вот это такой классный. Орикула. Кланхоя Орикула. Такой прикольный с ушами. Так, сейчас в эту сторону общий обзор. Вот это мой уголок для сидения. Я увидела на базаре продавали этот стул, вот этот парный. Мне надо, мне очень надо. И это было правильное решение, потому что сидишь вот здесь вот и смотришь на суккулентики, на растение, с чашечкой какао, на реку нашу, Днепр. Плохо сейчас видно солнце, но уж извините. В такое время вот я сейчас приехала. Ну ничего, в следующий раз как-нибудь на закате, например, сниму видео. Посмотрите. Красиво здесь. Красиво. Хоть и Днепр стал намного меньше, красивый все равно. Так, кто мне еще здесь? Здесь у меня еще, боже, как ты? Алоя. Недавно цвело, как обычно. Так, ну, сингониум вот это, микс тут. Так, тут еще у меня просыпаются еще две пассифлоры. Тоже деленки с вот этой варикатной металлики. Ну, если я не ошибаюсь в сорте. Здесь тоже две полочки. Тут лесные кактусы и это хвост обезьяны вон, который тоже привезла из Турции. Тоже, как видите, прекрасно себя чувствует. Черенки, кстати, я укоренила, если излишко. Там у меня два рождественника. Две вот такие шлюмбергеры тоже из Турции привезла. Коктусы. Вот здесь моя композиция кактусовая уже с бутонами. Классная. Вот это тоже кактус, как я узнала. Тут у меня столик с всякими, ну, тоже мурая, тут цитрусы. Вот эта штука из семечки растет. Жалко выбросить, называется. Какая-то гуаява, по-моему, будет. Ну, что будет, то будет. Вот это тоже из семечки жалко. Жалко было выбрасывать. Такая большая, толстенькая выросла. Петахая, драконий фрукт. Ну, такая вымахала за прошлое лето. Тут, ну, подвязала. Пусть, пусть растет. Что ж, пока места хватает. Вот. И вот еще разноцветные мои красавчики. Всякие. Классные. В общем, нравится мне здесь присесть так на стульчике и рассматривать, как оно все хорошо себя чувствует на балконе. Здесь у меня в квартире тоже растение. Хои там. Ну, это я потом сделаю обзор. Здесь у меня тоже простые такие сорта. Ну, наверное, не видно сейчас через стекло. В следующем обзоре покажу. Вот такая вот красота у меня здесь. Спрашивали еще меня, как это будет. Ну, насчет жары. Ну, да, жарко, конечно, будет. Но я старалась, чтобы все окна были с возможностью проветривания максимально. Посмотрим. Все буду показывать, рассказывать. Вот так вот. Ну, вроде бы все. Обзор показала. С праздником поздравила. Всем спасибо за просмотр. Спасибо вам за комментарии. Мне очень приятно. До встречи в новом видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok